Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Геральдин Додж Foundation Хитачи Foundation Элтон Джонс Foundation Чарльз Стюарт Морт Велфэр Foundation Эстейл Лора Эльбертон Лоренц Рокфеллер Брадес Foundation Эндор Малек Foundation Ларсон Фан Де Другие Спешите спасти планету Хотите услышать нечто поразительное? Выпуск только воскресных газет США еженедельно сокращает лесные насаждения на полмиллиона деревьев. Или вот еще. Срок полезной службы контейнера для продуктов 10 минут, а разлагаться он будет 500 лет. Каждые три месяца американцы могли бы заново создавать весь свой торговый флот из алюминия, который за этот период выбрасывает здесь подходы. Как вы догадались, эту серию из цикла «Спешите спасти планету» мы посвятили разнообразным отходам, домашнему мусору, канализационным, стоком, промышленным отходам. В мире скапливается все больше отходов, но одновременно появляются новые способы их переработки. Примером служит японская программа создания перерабатывающихся технологий, система борьбы с вредоносными отходами в Дании, безотходное производство на заводе в Калифорнии и многое другое. Стоит только захотеть, мы сделаем многое. Это Фишкиц, самая большая мусорная свалка. Она находится в Нью-Йорке, крупнейшем городе мира и крупнейшем поставщике мусора. Уровень мусора на аре свалки вырастает на 25 сантиметров в год. Вскоре эта свалка грозит стать самой высокой точкой на всем восточном побережье. Мусорная свалка — это еще и экологическая опасность. Ежедневно миллионы галлонов отравленных жидкостей попадают в близлежащий залив. Кроме того, мусор, по существу, напрасная трата ресурсов. Сколько невостребованных материалов и энергии пропали зря. Ежедневные свалки мира пополняются миллионами тонн мусора. Последние 15 лет исследование мусорных свалок занялась команда археологов под руководством Фила Ревджи. Цель их работы — выяснить, что и почему попадает в Америке на свалку. Это первые шаги новой науки горбологии. Гарбология или мусороведение призвано сегодня спасти неразумно расходуемые природные ресурсы. Мусор позволяет установить связь между жизнью общества и управлением ресурсами. Здесь сразу видно, что люди ценят, а что без сожаления отправляют на свалку. Отходы есть, конечно, в любом хозяйстве. Но вот американские домохозяйки, как установлено, выбрасывают около 15% всей закупаемой провизии. Такая расточительность встречается отнюдь не везде. Только в богатых странах можно найти предметы, которые обнаруживают на свалке горбологи с командой Ревджи. Первое, что мы установили, так это то, что только потребительское общество, вроде нашего, выбрасывает столько вещей, вполне пригодных к употреблению. Но одновременно только такое общество может позволить себе рассматривать мусор как проблему. Для большинства же стран третьего мира, Латинской Америки, Южной Америки, Ближнего Востока, мусор — источник ценных ресурсов. Посетите любую свалку в одной из этих стран, и вы увидите десятки людей, собирающих металл, кусочки ткани, бутылки и так далее. Для них это товар, то есть средство существования. В южноамериканских странах свалки давно считаются местом добычи годных для перепродажи вещей. Этим занимается целая группа людей. Свалки помогают бедным выжить, но помимо этого сортировка мусора приносит еще и экологическую пользу. В богатых странах этот процесс называют переработкой мусора, что для большинства стран мира, конечно, непозволительная роскошь. Здесь из поступающих сотен и тысяч тонн мусора отбирают консервные банки, бумагу, бутылки. Город растет, а вместе с ним растет и перерабатывающее производство. В этом районе уборка и переработка мусора давно стала для многих семейным бизнесом. Еще в 30-х годах, когда Америка не была так богата, родственники Джо Гальборино тоже собирали мусор и утилизировали большую его часть. В то время подобное занятие именовалось специальным словом «стокку». Это что-то среднее между ремесловом старьевщика и сборщика вторичного сырья. Слово «сток» в данном случае означает капитал, но капитал даже такой появляется только после того, как ты рассортируешь бумагу, бутылки и так далее. В начале века переработкой отходов не занималась ни Америка, ни Европа, и многие страны стали со временем знамениты своим расточительством. Но теперь, когда уничтожение отходов стоит немыслимо дорого, Гальборино находит все новые и новые применения вчерашнему мусору. Макулатура отправляется в Азию на переработку, стеклобой на местный стекольный завод, металлолом также поедет в Азию, а эта дама, очевидно, останется в Америке, ее можно починить и опять выставить на витрине. Алюминий пользуется спросом во всем мире. Пищевые отходы сами разлагаются под воздействием солнечных лучей. Часть древесных отходов будет использована в бумажном производстве, часть пойдет на удобрение. Для Джо Гальборино переработка мусора прибыльное дело. Речь идет об огромной экономии энергии. При производстве стекла две трети энергии тратится на подогрев и плавку песка. А при переработке стеклобоя этот этап выпадает. То же самое с алюминием. Вместо того, чтобы покупать за границей пять тонн бокситов и превращать их в одну тонну алюминия, дешевле и проще взять одну тонну алюминиевых отходов и переработать их в тонну алюминия. Опять огромная экономия энергии. Такая ситуация с бумагой. Для производства тысячи газет нужно срубить 17 взрослых деревьев. Представляете, сколько деревьев бесцельно вырубается у нас в стране и во всем мире. Такое уничтожение природных ресурсов – это просто преступление. Несмотря на всю очевидность проблемы, система налоговложения в США преследует совсем другие цели. В стране, потребляющей ресурсы больше всех в мире, правительственными субсидиями стимулируются такие отрасли, как горнодобывающая и лесозаготовка. А переработка отходов по-прежнему влетает в копеечку. Правительство все так же направляет средства в добывающие отрасли, вместо того, чтобы стимулировать переработку отходов. Зачем напрасно тратить исходные природные ресурсы, когда тот же продукт можно изготовить путем переработки отслуживших свой срок материалов? Систему налогообложения необходимо менять. Джо Гальбарин – ярый сторонник переработки вторичных ресурсов. Он чувствует настоящее удовлетворение, когда ему удается дать отходам вторую жизнь. Его предприятие возвращает людям 25% того, что попадает сюда в виде мусора. Это значительно больше, чем в Среднем Памерике, где только 10% отходов обретают новую жизнь. Теоретически же восстановлению поддаются до 80% отходов. Мир задыхается от избытка отходов, но производство упаковочных материалов не прекращается ни на минуту, а материалы эти будут потом десятилетиями загрязнять природу. В любом уголке земного шара вы встретите товары в нашей упаковке. Наша упаковка повышает сбыт любых товаров, надежно защищая их от повреждений. Наша упаковка не имеет равных в Америке. Упаковка стала залогом успеха на американском рынке. После однократного использования она попадает в мусорное ведро. Переработка упаковки и не входила в планы производителей, да и материалы для ее изготовления исключают этот процесс. Производимые нефтехимической промышленностью, эти материалы отличаются необыкновенной прочностью. Хотите попробовать разорвать? Это практически невозможно. Нельзя ни разрезать, ни порвать, как бы вы ни старались. 40 лет спустя после выпуска первых партий упаковочного материала, промышленность Америки приступила к созданию нового вида упаковки. EnviroPack называют эту экологически безвредную упаковку. Вы видите этот беспорядок? Я обещаю все-все убрать, если вы пообещаете навести порядок в нашем общем доме. Смотрите, EnviroPack, содержимое этих упаковок переливается или перекладывается в уже имеющиеся в вашем доме прочные пластиковые бутылки и контейнеры. Глупо, ведь каждый раз их выбрасывать с экологической точки зрения. В упаковке EnviroPack, поступившие в продажу в Канаде в порядке эксперимента, изготавливаются с применением меньшего количества пластика и изначально предназначаются для последующей переработки. А это более прочные пластмассовые контейнеры для многократного использования. Таким образом, мы частично возвращаемся к своим старым привычкам. По подсчетам Proftogample, фирмы-изготовителя, это позволит сократить расходы как производителя, так и потребителя. Фирма надеется, что некоторые неудобства для покупателя окупятся экологической пользой, которую дает такой вид упаковки. Мы считаем, что проблема отходов – проблема всего общества, и будучи ответственным членом этого общества, фирма предлагает свои пути решения проблемы. Что же касается деловой выгоды, то мы рассчитываем, что, предлагая упаковку EnviroPack, аналогов которой пока нет, мы сможем одержать победу над конкурентами и таким образом завоевать рынок. То есть, мы преследуем сразу две цели – общественную и личную. Если все пластиковые контейнеры на полках магазинов уступят место экологически безвредным упаковкам, то площади свалок действительно сократятся. Но насколько? Выяснить это поможет исследование содержимого свалки. Этим и занимается Фил Ревджи на базе археологического института в Сан-Диего, Калифорнии. Опровергая общепринятое мнение, было установлено, что пластики представляют не столь грозную проблему. Пластик составляет лишь небольшую часть отходов, всего 5% по весу. Но объем его очень велик, его трудно уменьшить. Газета же составляет от 10 до 16% мусора и по весу, и по объему. Их, кроме того, легче всего увидеть, во всяком случае, на нашей свалке. Археология всегда проявляла интерес к газетам. 5 октября 1965 года. А как только мы приступили к исследованию содержимого свалки, мы немедленно наткнулись на газеты десятилетней давности. Ничего удивительного. Археологи находят газеты, которым по две тысячи лет. Люди же, которым я об этом говорил, обычно восклицали. Как? 10 лет? Я думал, что газеты разлагаются самые большие за два года. То есть большинство людей живет в твердой уверенности, что газеты разлагаются очень быстро. Дом. Пианино. Пейзаж. Занавес, правда, справедливость, американский путь, телефонная будка. Можно ли заставить мусор разлагаться? Археолог Джейн Баргер работает над поиском идеальных условий разложения. В пробы мусора она вводит различные субстанции, такие как бактерии, и добавляет в воду вещество наиболее заметно, стимулирующее процесс. Что интересно, у нас пять колб. В каждой по 25 грамм одной и той же пробы мусора взяты из одной и той же точки. Единственная разница количества влаги. И вы видите, как низка степень разложения пробы в колбе без влаги по сравнению с колбой, содержащей 100 миллилитров воды. Влага, конечно, стимулирует разложение, но больше подходит для лабораторных исследований, так как в реальных условиях вода и без того создает проблему. Просачиваясь сквозь мусор, она уносит красители и химические вещества. Пропитывая почву, токсичные вещества вместе с влагой попадают в грунтовые воды и водоемы. Эту проблему, правда, легко решить, если предварительно покрыть участок под свалку толстыми листами резины. Так делают во многих развитых странах, а в США с недавних пор в обязательном порядке. Разумно устроенная свалка может даже приносить пользу. Эксперименты в лаборатории Джин Баргер тому подтверждение. При разложении мусора выделяет газ метан, который можно собирать и использовать. Это означает, что мусор потенциальный источник энергии. На эту свалку ежедневно поступает 13 тысяч тонн мусора из Лос-Анджелеса. Это одна из самых больших свалок в мире и крупнейший производитель метана из мусора в Америке. Участок под мусорной свалкой покрыт специальным настилом. Повсюду проложены трубы и установлены коллекторы для сбора метана, из которых газ поступает на местную электростанцию. Наличие герметичного настила позволяет использовать воду для стимуляции разложения канализационных стоков. Расходы на уничтожение отходов здесь в 10 раз ниже, чем где бы то ни было, поскольку местная электростанция вырабатывает 1% всей электроэнергии Лос-Анджелеса. Несмотря на то, что в Америке производится самый большой объем метана из мусора, мусор и здесь остается практически невостребованным ресурсом. Мусор представляет собой источник дешевой энергии, если, конечно, мы захотим ее взять. Сегодня в США действует около 70 промышленных установок такого типа. Это крайне мало, если учесть, что свалок у нас около 9 тысяч. Мы в Японии. Так здесь собирают макулатуру. Сам процесс свидетельствует об ином отношении к переработке вторичных ресурсов. Этим делом, в отличие от Америки, здесь занимаются давно. Взамен с данной макулатуры жители получают два рулона туалетной бумаги. В Японии другие островные страны всегда бережно относились к природным ресурсам. Однако с ростом благосостояния это отношение меняется. Предпочтение отдается первичному сырью. И сегодня еще в абсолютных цифрах объем вторичной переработки в США выше, чем в Японии. Вот вам и доказательство того, что факторы экономики нередко действуют несообразно соображением экологии, говорит президент компании Мацузава. Переработка макулатуры сегодня не очень прибыльное дело. Это объясняется теми правительственными соглашениями, которые Япония заключила, в частности с Америкой, где аналогичные предприятия приносят больше прибыли, а цена на нашу продукцию падает. С 85-го года половина бумагоперерабатывающих заводов Токио закрылась. Растущее благосостояние делает все менее привлекательной переработку макулатуры, привезенной из Америки. Рост популярности закусочных, продающих готовые блюда в яркой привлекательной упаковке, создает новую проблему. Горы мусора, от которого необходимо избавиться. При этом способов решения этой проблемы тоже с каждым днем становится больше. Этот городской парк в Токио, построенный на свалке, убедительно показывает, как правительство может дешево использовать для всех решить наболевшую проблему. Моя мать всегда учила меня тому, что все материалы, которые мы имеем, от Бога. Что нефть приходится в страну ввозить, и, следовательно, природные ресурсы требуют бережного к себе отношения. Но сегодняшняя молодежь много богаче. Она живет в свое удовольствие, и потому расточительна. Мачито, санитарно-гигиеническая служба на окраине Токио, разрабатывает мусороперерабатывающие программы для всей страны, а может быть, и для всего мира. Один из секретов успеха фирмы — стремление привлечь внимание населения к проблемам переработки отходов. Сегодня объявлен день сбора батареек. Батарейки, как известно, содержат высокотоксичные вещества, и потому их нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором. Программу их переработки создал Тадо Нихашито, подлинный инноватор своего дела, придумавший себе смешное прозвище. Я называю себя главным мусорщиком. В Мачите, где работает возглавляемое им отделение фирмы, мусор сортируется по пяти видам. Сегодня принимают органический мусор, то есть пищевые отходы. Главный мусорщик непременно здесь. Чтобы убедить людей в необходимости сотрудничества, я обратился к ним с искренней просьбой о помощи. Каждый житель города должен был задуматься над нашей общей проблемой, осознать, что мусор — тоже ресурс, из которого можно извлечь пользу. Переработка мусора кладет начало новой культуре, и я хотел бы, чтобы Мачите стала центром этой культуры. Разработку и исполнение программы мусоропереработки осуществляет и Норасаи, перерабатывающий центр Мачите. Центр принадлежит городу, и на его базе проводятся школьные экскурсии и многочисленные лекции для взрослых. Главный мусорщик убежден, что только специальная пропаганда поможет нам справиться с проблемой отходов. Сортировка мусора должна стать привычкой. Токсичные отходы, такие как содержащие ртуть батарейки, требуют специальной обработки. Бутылки же сразу отправляются на переплавку. Основная идея обучения — переработка отходов должна стать системой. Всё, что можно утилизировать, следует отсортировать и переработать. Остальное — органические отходы, грязную бумагу, лёгкие пластики — можно легко уничтожить, то есть сжечь. Такой подход многих пугает, однако именуемый системой комплексной переработки отходов, он с успехом применяется в Японии и в Европе. Но не в Америке. В Мочите мусорная печь работает уже много лет в оптимальном режиме. С завесом и составом мусора, попадающего в печь, ведётся постоянный контроль. Строго регулируется количество сажи и содержание вредоносных выбросов в атмосферу. Подача топлива осуществляется с помощью скруберов. При этом, как утверждает главный мусорщик, выброс токсичных веществ, таких как углекислый газ и тяжёлые металлы, исключён, поскольку образующие их вещества никогда не попадают в печь. Мусоросжигательные печи, по словам Аллана Хитцквита, специалиста по технологии мусоросжигания в Америке, не хуже. Мусоросжигательные предприятия в Америке — в основном классические промышленные гиганты. Они производят много грязи, шума и нередко неприятный запах. Они совсем не похожи на аналогичные предприятия Японии. Они маленькие, такие чистые, что туда приводят детей на экскурсию. Более того, там нужно снимать уличную обувь и надевать дабки и белые перчатки, чтобы, не дай бог, не занести грязь. В Америке само название «мусоросжигательная печь» вызывает неприятные ассоциации, а всё потому, что они никогда не работают так, как надо. Существующие технологии могут обеспечивать требуемую отдачу только при условии строгого соблюдения всех рабочих параметров установки. При этом рабочие операторы, обслуживающие печь, должны обладать такой квалификацией, которой не было и нет у персонала Соединённых Штатов. В итоге мусоросжигательные печи устанавливают в Америке на заднем дворе. Комплексные программы переработки мусора плохо приживаются здесь, и причиной тому позиция населения. Строительство таких предприятий неминуемо изменит нашу жизнь. Начнутся выбросы частиц, а нам ведь в этом жить. Нам нужен чистый воздух, а не надо этих сложностей. Мы говорим свое твёрдое «нет». До тех пор, пока весь мусор в Америке не будет перерабатываться, протесты такого рода не остановить. Сжигать всё подряд ведь тоже нельзя. Особенно это касается изделий из пластиков и других токсичных веществ. С ними нужно быть очень осторожным. Они вызывают смог в городах и способствуют упадению кислотных дождей. Что мы, американцы, делаем? Берём негорючие вещества, такие как стекло и вторичное сырьё, бумагу и пластики, и бросаем их в печь. Мало того, что мы лишаем страну ценного сырья, мы ещё и провоцируем общественное недовольство, так как работа мусоросжигающих предприятий загрязняет окружающую среду и подрывает основы концепции переработки вторичного сырья. А к этой части комплексной системы переработки отходов в Америке даже не приступали. Токсичную залу из мусоросжигательной печи стабилизируют и формируют в палеты. Палеты затем помещают на свалку, где они надёжно препятствуют проникновению вредоносных веществ в воды залива. И, наконец, как это принято в Японии, участок под свалку выложен защитным материалом. Трубопроводы подают отходы на перерабатывающие предприятия. По словам Массавы Тонаки, такая сложная система просто необходима. Мы должны сократить до минимума возможность загрязнения окружающей среды. И нам не приходится думать об экономии. Мы пришли к выводу, что у нас, в Японии, выбора нет. Чистая вода, используемая для выращивания растений, таков реальный результат работы очистительной системы. Это лучшее свидетельство высокой эффективности разработанной в Мачите системы, автором которой, впрочем, как и автором всех остальных действующих программ, является главный мусорщик Массава Тонаку. Выращивание овощей на базе мусоросжигательного предприятия заставляет население примириться с его присутствием. Городская свалка в Токийском заливе. Еще один яркий пример эффективного использования мусора. В этом отношении Токио может потягаться с Нью-Йорком. Зимний сад, спортивные залы, бассейн обогреваются третьей в мире по величине мусоросжигательной установкой. Мы объединили переработку и сжигание мусора, восстановление вторичных ресурсов и энергии. Нам кажется, что именно эти элементы станут основными в будущей концепции управления отходами в Японии. Проблема переработки отходов не всегда решалась в Японии столь успешно. В 70-х годах население выступило с протестом против таких предприятий. За 10 лет работы отходы одного из химических предприятий вызвали смерть сотен людей. Многие тысячи остались калеками. Эта печально известная трагедия стала первым случаем смертельного исхода, вызванного загрязнением окружающей среды токсичными отходами. Жертвы загрязнения страдали расстройством нервной системы. В некоторых случаях оно передавалось от родителей детям. Болезнь, которую в итоге удалось купировать, вызывали выбросы в залив метановой ртути. Отравляющее вещество скапливалось в организме морских обитателей, попадающих в пищу местного населения. Ртуть и сегодня остается на дне моря. Именно поэтому правительство и компания приступили к очистке морского дна. Рыбу здесь ловить запрещено, но проследить за соблюдением запрета, конечно, сложно. Единственный выход — выловить и удалить отравленную рыбу. Рыбную пульпу приходится хранить в специальных контейнерах, так как до сих пор не решено, как поступить с этим высокотоксичным веществом. Сброс токсичных отходов и как результат различные заболевания — такова реальная угроза, которую представляет сегодня мировая промышленность. Лека Керк в Голландии и Лав Кеннел в Америке — всего лишь два примера в этом длинном и печальном списке. Во многих странах уже введены специальные законы и ограничения, в том числе и в США. Существующее на сегодняшний день законодательство, предусматривающее возбуждение уголовного дела по факту сброса отравляющих отходов, заставляет крупные корпорации всерьез задуматься, прежде чем строить малоэффективные очистные сооружения. Ведь даже единичный случай нарушения может стоить корпорации сотни миллионов долларов штрафа. Таким образом, законодательство предотвращает сооружение новых очистных каналов. Однако законы никогда не бывают совершенны. Основная трудность заставить законы работать. Специальный полицейский отряд Лос-Анджелеса строго следит за содержанием канализационных стоков. Первый в мире прокурорский надзор по защите окружающей среды насчитывает сегодня 50 человек, чья задача — не допускать нарушения закона, говорит старший прокурор Джон Рич. Когда мы говорим о преступлениях, то чаще всего подразумеваем воровство или грабеж. Но если взять проблему шире, то получается, что токсичное облако или загрязнение грунтовых вод может нанести вред по сравнению с которым бледнеет даже убийство. Убийство означает, как правило, одну жертву, и значит наносит урон всего одной семье. Хотя, конечно говоря, выспрянным языком, пока существует убийство, общество не может чувствовать себя в безопасности. Но когда речь идет о загрязнении грунтовых вод или отравлении воздуха, то вред наносится тысячам людей, страдающих затем на протяжении 10, 20, 30 лет, что само по себе уже является насилием над обществом в целом. И это преступление. Несмотря на то, что в районе работают тысячи промышленных предприятий, производящих огромное количество разнообразных токсичных отходов, прокурорский надзор полностью владеет ситуацией. Хотя окончательно решить проблему всех промышленных отходов невозможно. Обработка, переработка и уничтожение вредоносных отходов обходятся предприятиям все дороже. Как следствие, множество мелких и средних предприятий все чаще нарушают закон, так как их экономическое положение не позволяет им нести такие расходы. Существует, однако, иной путь борьбы с вредоносными отходами. Он успешно применяется в Дании вот уже 20 лет. Перед вами система, построенная на средства правительства. Она состоит из 21 установки по сбору вредоносных отходов. Установки расположены вблизи промышленных предприятий. Задача предприятия — доставить отходы на сборочный пункт и оповестить начальника системы. Перед тем, как токсичные отходы поступят на обработку, оператор системы обязательно возьмет пробу. Основная цель — максимально упростить для предприятия процесс удаления отходов. Эта установка по обработке вредоносных отходов успешно работает уже много лет. Она стала результатом заботы людей об окружающем их мире и заставила навсегда забыть о сточных канавах, существование которых подтолкнуло к созданию этой замечательной системы. В Дании путь токсичных отходов завершается в небольшом городе Ньюборге. 20 лет назад жители города не возражали против строительства такого сооружения. Сегодня в век большей информированности, скорее всего, стали бы протестовать. Правда, жители твердо уверены, что на предприятии применяются самые современные и самые безопасные для них технологии. Прибывающие сюда отходы уже рассортированы, и это намного упрощает процесс дальнейшей переработки. Различные материалы, как и в Японии, хранятся и обрабатываются здесь отдельно друг от друга. Выброшенные лекарства поступят обратно на заводы-изготовители. Та же судьба ждет батарейки и другой бытовой мусор, содержащий токсичные вещества. Тяжелые металлы превратятся в концентрированный раствор, который затем сливают в специальные емкости на свалке, где раствор будет выдерживаться при определенном режиме. «Предприятия, поставляющие отходы, несут свою долю расходов за этот дорогостоящий процесс. Им следует помнить, что переработка отходов обходится недешево», говорит руководитель предприятия Пьер Рино. «Еще совсем недавно производители забывали, что отходы тоже стоят денег. И не включали стоимость их обработки в себестоимость продукции по статье «Отчисление на отходы». «Сегодня же расчет себестоимости производится с учетом этой статьи, ставшей такой же частью стоимости продукции, как расходы на воду, рабочую силу, жилищное строительство и так далее». Органические вещества, такие как краска, отработанное нефть и удобрения, поступают в печь. Как и в Японии, печи отрегулированы на оптимальный режим, оборудованы скруберами и потому минимально загрязняют окружающую среду. Так же, как и в Японии, здесь научились извлекать выгоду. И получаемым теплом обогревают половину города, а вскоре мусоросжигательные печи начнут давать городу электричество. Таким образом, в Дании сегодня наиболее успешно, с экологической точки зрения, решается проблема отходов. Сжигая органические вещества, мы выводим токсичные элементы, такие как двуокис углерода, в воду, в водные артерии. Если же мы выбрасываем органические вещества на свалку, то мы просто откладываем решение проблемы на 20-30 лет, то есть перекладываем ее на плечи наших детей. В ходе сжигания отходов здесь, как и в Японии, образуется токсичная зола, попадающая в отвалы, то есть сама по себе система еще далека от идеала. Самый разумный путь — сократить количество отходов, и это уже делается. В принципе, нет такого промышленного предприятия, где бы при разумном подходе нельзя было бы избежать каких-то отходов. Например, на химических предприятиях используют колоссальное количество воды при промывке химического оборудования. Использованная вода немедленно превращается в токсичные отходы. Если сократить использование воды или применять для этих целей механическое или ультразвуковое оборудование или растворители, то объем токсичных отходов резко сократится. Сокращение источников отходов происходит сейчас на этом предприятии в Калифорнии, одном из десяти крупнейших производителей печатных схем. Считается, что это экологически чистое производство, но это не совсем так. Здесь применяются высокотоксичные материалы. Плата обрабатывается кислотами, которые, в свою очередь, освобождают в ходе процесса тяжелые металлы. Если раньше смесь кислоты и тяжелых металлов спускали в канализацию, то теперь система рециркуляции нейтрализует кислоту, очищает до 90% воды, которая возвращается на предприятие, а осажденные металлы повторно используются или поступают в продажу в виде металлолома. Такая система экономически выгодна и экологически благоприятна. Эта система, в первую очередь, помогает нам избежать многих отходов. Ею легко управлять, она хорошо отрегулирована, работает в режиме самообеспечения, утечек нет, да и основы для утечек практически отсутствует. Вместо того, чтобы ежедневно ломать голову над тем, как избавиться от отходов, мы можем заняться другими делами. На этом предприятии проблема отходов практически решена, но такое положение дел встречается далеко не везде. И чтобы добиться реальных результатов, необходимо подключить правительство. Правительство должно сделать выбор. Или идти по старому пути и поощрять предприятия строить очистные сооружения и установки для обработки производимых им отходов, или создать предприятием условия для внедрения новых безотходных и экологически чистых технологий. Тогда не нужны будут ни мусоросжигающие печи, ни отвалы, то есть не нужно вообще беспокоиться об отходах. Необходимо выработать политику в этом вопросе, согласовать позиции правительства и общества, а этого в США пока нет. С ростом промышленности в развивающихся странах растет и опасность отравления окружающей среды не только выхлопными газами, но и токсичными отходами. Приходится признать, что переработка отходов с применением новых технологий недоступна большинству этих стран. За последние 50 лет население Лимы выросло с 600 тысяч до 7 миллионов, а канализационная система так до сих пор и не создана. Мусорные свалки в беспорядке расположились на окраинах города, да и в самом городе мусор регулярно не убирают. В Лиме далеко не везде действует водопровод, воду развозят специальные машины, расход воды нормируется около 3 литров в день на человека, причем на все, включая стирку. В развитых странах этот расход в 50 раз больше. Большая часть канализационных стоков сбрасывается в Тихий океан в необработанном виде. Сюда они поступают по системе открытых канализационных каналов, паутиной опутавших всю страну. Один из таких каналов обслуживает Акапулько, заштатный городишко на берегу океана, мечтающий сегодня о славе своего знаменитого тезки, мексиканского курорта. Этот канал оснащен спускной трубой. Слив, ввиду отсутствия свободных площадей, выведен на бывшую детскую площадку, и, несмотря на угрозу заражения, дети не могут устоять перед соблазном поиграть с водой, говорит канцлер города Кустину Тоес Риал. Дети играют с водой. Особенно часто играли в прошлом, так как у них нет возможности попасть к океану. А в результате распространение тифа, дерматозов, грибковых заболеваний. Мы обратились за помощью к властям, но решение пока не принято. В большинстве же развитых стран канализационные стоки проходят сложную обработку. Перед вами типичная установка, где применяются различные химикаты. Она оснащена целыми батареями резервуаров, насосами и трубопроводами. Поступающие канализационные стоки сначала попадают в отстойники, чтобы исключить опасность для здоровья и удалить неприятный запах. Здесь ежедневно проходит обработку около 250 миллионов литров стоков. Процесс обработки на этом этапе комментирует инженер Боб Герхард. Первая фаза обработки канализационных вод это первичная обработка, построенной на принципе силой тяжести. Твердые частицы отделяются от жидкости, которая затем проходит обработку. Твердые же частицы подвергаются дегерированию метаном, то есть ферментированием. В резервуарах дегератора природный процесс разложения стоков благодаря микроорганизмам идет намного быстрее. Большая часть содержимого резервуаров затем попадает в отвалы. В то же время канализационные воды проходят обработку вот в этих аэрационных установках. Они имитируют еще один природный процесс, в ходе которого уже другие микроорганизмы поглощают растворенные в воде вещества. После удаления микроорганизмов вторичная обработка, как ее здесь называют, завершена. В конце вторичной обработки происходит процесс, именуемый вторичным осветлением. При этом полезные микроорганизмы осаждаются, перерабатываются для дальнейшего использования в аэрационной системе. Вы видите, что вода стала чистой. На этом этапе обработка канализационных вод в США и большинстве развитых стран мира заканчивается. Воду перед спуском часто хлорируют, но здесь ее предпочитают еще раз отфильтровать и провести дополнительную химическую обработку. После этого очищенная вода соответствует стандарту питьевой. Такая высокотехнологичная обработка, конечно, очень эффективна, но не каждая страна может себе это позволить. Она требует больших энергетических затрат и расходов на химикаты. Кроме того, как и в случае с мусорными свалками, здесь пропадает огромное количество веществ, которые могли бы с успехом использоваться. И, наконец, освоение такой системы не под силу большинству стран. Внедрять подобные технологии в этих странах непросто. Начнем с того, что это им не по карману. Частично из-за того, что технологии, которые передают организации по развитию в различных странах мира, и те инженеры, которым поручены эти технологии внедрять, не отвечают сегодняшним нуждам и возможностям этих стран. Строительство и эксплуатация таких систем для них слишком дороги. Однако в одном из районов Лима есть система канализационных отстойников, отвечающая всем необходимым требованиям. Она состоит из целой сети управляемых бассейнов и обслуживает сегодня 100 тысяч человек. Первый этап технологического процесса сходен с описанным выше. На этом этапе происходит отделение всех веществ, которые подвергаются биологической обработке. Но на этом сходство заканчивается. Канализационные стоки по каналам поступают в пруд, где происходят два процесса. Твердые частицы осаждаются на дно и там они частично разлагаются. Этот этап можно сравнить сразу с двумя элементами, описанной выше системы отстойником и дегератором. Жидкость перетекает в пруд, покрытый планктоном. Если поддерживать рост планктона, то происходящий здесь фотосинтез не только поглотит органические вещества, но и значительно изменит кислотность жидкости, то есть число пи-аш говорит уго-нава управляющий. Фотосинтез, то есть солнечные лучи, днем производят кислород и поглощают углекислый газ. Ночью СО2 опять поступает в воду. Этот процесс образования и поглощения углекислого газа создает условия для изменения кислотности воды в диапазоне от 10 в течение дня до 6 ночью. Это изменение числа пи-аш убивает бактерии, и мы таким образом очищаем воду. Через 20 дней воду можно опять использовать, и возникла идея создать третий цикл бассейнов для выращивания рыбы. Оставшиеся в воде органические питательные вещества поддерживают рост водорослей, в условиях которых успешно развивается местный вид семейства окуневых. Выращивая рыбу, поедающую планктон в бассейнах системы третичной очистки, мы получаем продукт, необходимый жителям и для повышения материального благосостояния и в качестве источников протеина. Обработанные канализационные воды попадают в систему орошения пустынных земель. Недостаток дождей заставляет некоторых жителей поливать землю необработанными стоками, однако сегодня у местного населения есть альтернатива куда более привлекательна. Обработанные канализационные воды используются для выращивания кормовых культур для скота, а разведение скота это и пища и деньги. Для местного населения созданная канализационная система означает победу сразу на нескольких направлениях. Во-первых, она исключает риск для здоровья окружающих, во-вторых, продукты питания не содержат отравляющих веществ, в-третьих, канализационные стоки источник полезных веществ. И все же, несмотря на все свои преимущества, подобные системы редкость, как и повсюду в мире, Перу относится с подозрением к примитивным технологиям. Мы в Калифорнии, здесь тоже не доверяют простым технологиям, но поиск альтернативных путей стал способом существования Аркаты, маленького калифорнийского городка. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике сияем от гордости. Надеемся, погода не испортится. Хорошего вам времяпровождения. 15 лет назад, после принятия суровых законов о чистоте водоемов, Арката была признана загрязнителем водзалива. Тогда власти штата приняли решение построить высокотехнологичные очистные сооружения. Необходимо было что-то предпринять, и не только для того, чтобы спасти вымирающих устриц. Жителей города всерьез обеспокоила сложившаяся экологическая ситуация. решением проблемы стала раскинувшаяся на 94 акрах система болот, расположенная между городом и заливом. Эти болота обеспечивают такую эффективную и технологически простую очистку стоков, что местные жители по праву утверждают, что они сияют от гордости. У этой системы много преимуществ, а разработал ее Боб Герхард. Участок, на котором мы находимся, был когда-то открытым отвалом. Сюда до 1973 года свозили мусор и отходы со всего округа. Мы же взяли из залива Ил и покрыли им всю территорию. Так образовалась возвышенность, на которой мы стоим. Мы называем ее Мусорная гора. Обработка отходов начинается на краю болота. Как мы и говорили, власти города также относятся с большим недоверием к простым технологиям. Они потребовали, чтобы первичная обработка осаждения и поглощения проводилась с помощью обычного оборудования. Хотя Боб Герхард и настаивал, что болота сами успешно справятся с этой задачей. Таким образом, первой нетипичной фазой очистки стали эти окислительные бассейны. Как и в Перу, для поглощения органических веществ и уничтожения вредоносных примесей, здесь используют водоросли. Мы забираем что система справляется с задачей. Эту воду мы обрабатываем аналогично тому, как обрабатывает находящиеся в ней отходы окислительный бассейн. Вы видите, в воде много нерастворенных частиц, и она совсем мутная. И совсем как в Перу, где подобные системы используются для разведения рыб и выращивания кормовых трав, эти болота тоже приносят доход. По популяции бактерий, грибков и микроорганизмов, составляющих в отдельных случаях целые штаммы, служат кроме того и в качестве механического фильтра для удаления посторонних частиц. Другой важный происходящий здесь природный процесс связан со способностью водных организмов поглощать питательные вещества, такие как азот и фосфор. Эти вещества, поглощаемые тканью растений, оказывают воздействие сходное с воздействием удобрений. Растения быстрее и лучше развиваются. Однако те же самые питательные вещества создают в отдельных случаях проблему, загрязняя окружающую среду. На очистку воды таким способом требуется несколько недель, но результат получается отменный. Это стандартная проба. Такую воду уже можно безбоязненно сбрасывать. А в некоторые периоды года вода по своему качеству практически не уступает водопроводной. Зависит это от времени года, но я считаю, что если наша вода даже просто соответствует норме, это уже успех. Вода из болота перекачивается в залив, где теперь с удовольствием размножаются привлекающим сюда любителей природы со всего штата. Большинство из них и не знает, что этот восхитительный пейзаж является частью системы канализационной обработки. Созданная в Аркате система не требует больших затрат на строительство и эксплуатацию. Единственная проблема площади под такую систему требуется в несколько раз больше, чем под строительство высокотехнологического предприятия. Боб Герхард однако уверен, что нет такого города, где нельзя было бы найти необходимое место. Люди скептически относятся к внедрению таких систем в больших масштабах. Арката маленький городок, а в городе с населением 8 миллионов потребуется отводить уже 2-3 тысячи акров. Вы можете сказать, что таких площадей просто нет, однако мы знаем, сколько в стране умирающих болот, сколько неиспользуемых более промышленных площадей, на которых можно было бы организовать что-то подобное. Канализационная обработка, птичий заповедник, а вскоре и бывшая городская свалка начнет приносить еще большую пользу. В Аркаде есть еще один источник доходов, связанный с растениями семейства рогозов. Они всегда растут вблизи водоемов. В нижней части растений в это время года содержится крахмал. Если оставить растения на зиму, то крахмал из побегов можно превратить в этанол, а этанол в сочетании с газолином дает смесь, именуемую газохол. Власти города разработали такой проект и уже выделили деньги под его первый этап. Таким образом крахмал из рогозов будет использоваться для снабжения полицейских машин газохолом. И тем не менее к такой системе водоочистки власти относятся с недоверием и по-прежнему настаивают на хлорировании обработанной воды. Власти скептически относятся к процессам основанным на привитивных технологиях. Такое отношение складывается из нескольких факторов. Инженеры предпочитают строго разработанные технологии, которые поддаются регулированию извне. Власти исполнительные и законодательные тоже предпочитают системы технологического контроля. И когда против выступают сразу и власти, и разработчики, то развитие и распространение простых технологий замедляется. Тем не менее, мне кажется, что сегодня ситуация меняется. На строительство сложных систем не хватает ресурсов, денег, химикатов, энергии. Нехватка ресурсов действительно может стать мощным фактором в распространении простых и разумных систем очистки источных вод и переработки мусора. Но новое мышление в этой области имеет еще один важный аспект. Земля представляет собой, по сути, замкнутую систему, и нет на ней ни одного полностью изолированного уголка, поэтому стремление закапывать отходы в землю, сбрасывать на дно океана, оставлять в приграничных зонах неизменно и неминуемо влечет за собой экологическую катастрофу. Сегодня нерасточительность землян не знает предела, но археолог Фил Ревджи считает, что достало время сделать выводы из прошлого. Мусор не возникает сам по себе. Его источник потребитель и потребительство. Мусор конечное звено цепи, начинающейся с добычи и обработки природных ресурсов, производства товаров, которые затем раскупаются потребителями. в итоге практически все произведенное оказывается на свалке. Самый большой интерес для археологов представляют потребительские общества прошлого. Вспомните массивные золотые украшения Египта, роскошные гробницы и дворцы Тикаля, грандиозные сооружения Теотиокана, все эти утопающие в роскоши дворцы, ничто иное, как демонстрация ресурсов, истраченных обществом. Потребительские общества основные источники отходов, и мне кажется, этот факт должен послужить нам уроком, ведь все мы в одной лодке. А ведь что обычно происходит? Такое общество продолжает безмерно потреблять, пока однажды не осознает, что ресурсы на исходе. тогда общество начинает всемерно использовать вторичное сырье, бережно относиться к природным ресурсам. Однако чаще всего бывает уже поздно, и общество распадается. Мы уже сегодня должны максимально эффективно использовать свои ресурсы, потому что мы подойдем к этапу, когда ресурсов останется мало, и нас ждет та же судьба, что и погибшей цивилизацией прошлого. Сегодня в Америке отношение к бытовому мусору и отходам быстро меняется. В прошлом году созданием систем переработки отходов занялось уже 500 американских городов, экономя таким образом средства на содержание свалок. Мне кажется, настала пора попробовать убедить власти вашего города последовать этому примеру. Выиграют все, город сэкономит деньги, общество ресурсы, окружающей среде не будет Фильм «Спешите спасти планету» создали ведущая Мэрил Стрип от автора Рой Шнейдер, автор сценария и продюсер Вивьен Дукат, редактор Эрик Хендли. На русском языке фильм подготовлен к показу творческим объединением деловой мир. Перевод Татьяны Зеленской и Ирмы Дрондиной редактор Марина Савченко режиссер Ольга Сазонова звук режиссер Лариса Резакина Текст читали Юрий Петров и Валерий Миронов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова